По горячим следам. Именно так можно назвать принцип действия машины, которая вот уже два дня латает дыры на транспортных артериях города. Продукт чешского производителя Силкот 7080 отличается от своих железных коллег тем, что равномерно разогревает, во-первых, полотно асфальта с проехами, во-вторых, асфальтную крошку, которая затем и выступает в качестве заплатки. Преимущество новой технологии состоит в том, что такой принцип работы существенно продлевает жизнь ямочному ремонту. Если раньше свежая заплатка вылетала буквально через год, то сегодня она может продержаться на своем месте около пяти лет. Проблема для Бреста актуальна тем, что у нас особенности климата. Зима, межсезонье и так далее. Видите, сейчас январь месяца, по сути дела, мартовская погода, поэтому то, что делается по сплошному асфальтированию, очень быстро приходит, к сожалению, в соответствующие положения. Поэтому было принято, я считаю, руководством дорожно-эксплуатационного предприятия правильное решение, приобретя эту машину, мы получаем первое качество, мы сокращаем трудозатраты. И я уверен, что все-таки мы можем круглогодично заделывать вот эти ямки, которые объективно будут появляться на наших дорогах. Сегодня мы используем, на этой машине используем практически отходы, это асфальт, который раньше просто вывозили в мусор, сегодня мы его перерабатываем на нашем предприятии и пускаем дело. Поэтому качество и цена вопроса по ремонту, она будет совсем другая. То есть эффективность использования, в том числе бюджетных средств. Конечно, одним из главных козырей сил Кота, кстати, пока единственного в Брестской области, возможность работать зимой при низких температурах до минус 10. Раньше такой возможности у дорожников не было. Асфальт, залатанный в холодную и снежную погоду, неизменно портился буквально за сезон. Кстати, в этом году компания по реставрации транспортных артерий города началась уже сегодня. Планируется, что на протяжении 2015-го будут отремонтированы магистрали на Партизанском проспекте, улицах Янки-Купалы, Пушкинской, в районе Киевки и другие дороги. Только по сплошному асфальтированию в прошлом году было израсходовано из средств дорожного фонда 38 миллиардов. Пока в этом году предусмотрено 20, но еще не закончено формирование и распределение этого фонда. Я надеюсь, что гораздо большие цифры будут в городе Бресте. Но вместе с тем дорожными службами коммунального хозяйства будет сделано все, чтобы дороги в Бресте стали лучше. Я планирую весной этого года провести комплексную проверку состояния того дорожного покрытия, которое было уложено в 2014 году. И в зависимости от того, кто из подрядчиков работал на тех или иных участках работы, мы будем и планировать дальнейшую работу с наиболее качественными исполнителями этой работы. Это вопрос важный. Сегодня перед ремонтниками стоит задача – сохранить и продлить жизнь дорожному полотну, которое было восстановлено в прошлом году. В этом начинании чешская машина – хорошее подспорье. По предварительным данным, сумма, затраченная на ее покупку, а это 1 миллиард рублей регионального бюджета, окупится за год. Новая техника, безусловно, будет востребована по той простой причине, что реставрация асфальтированных покрытий во дворах и на автомагистралях проводится круглогодично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова